Недоступное жилье 2020. Шокирующую новость получили 25 молодых семей из Сарани. Обладатели арендного жилья узнали, что их стоимость квартир возросла почти в два раза. Почему власти пересмотрели цену за квадратный метр и что теперь делать квартиросъемщикам, выясняла Людмила Батюшкина. Мы убираемся, скребаем, она опять, ну что это, мы не можем, она не просыхает, считаю, представляете, вот черный ребенок дышит. Все стены в плесени, из окон дуют, вентиляции нет. В таких условиях семья Лилии Иларионовой с годовалым ребенком живет уже больше двух лет. Эту квартиру на окраине Сарани молодая семья получила по программе «Доступное жилье». Для ее выкупа, согласно договору, им предстояло выплатить 3 миллиона 600 тысяч тенге. Но несколько дней назад сотрудники Акимата сообщили им, что квартира обойдется дороже – 5 миллионов 100 тысяч. По такой сейчас стоимости, о которой они говорят, можно купить в центре города отличную квартиру с ремонтом. Там все, без всех этих проблем, без плесени. В отделе ЖКХ города пояснили, что при составлении договоров аренды произошла ошибка, которая вывелась лишь сейчас с приходом нового руководителя. По смете стоимость квадратного метра оказалась не 74 тысячи, как было указано в договоре аренды, а 103 тысячи тенге. Имеет здесь человеческий фактор. Специалист, который вам включал эту стоимость договора, сейчас будет отвечать. Он взял за основу пример расчета Жилстройсбербанка, когда тот делал презентацию на эту программу. В Жилстройсбербанке рассказали, что с молодыми семьями заключают договоры аренды Акимата Сарани. Они не платят за аренду квартир, таковы льготы для молодых семей. Оплачивают только коммунальные услуги и ежемесячно вносят деньги на счет в Жилстройсбербанк. В 8 лет жильцы копят половину стоимости квартиры. После этого получают взаим на остальную сумму на 15 лет под 4% годовых. На сегодняшний день мы заново рассчитывать ничего не будем. Разница должен вместо исполнительного органа перекрывать бюджет. Но не с молодых семей это однозначно. Как все остальное в Казахстане поднялись цены и на доступное жилье. Так, если в 2013 году цена за квадратный метр для молодых семей составляла 80 тысяч за квадратный метр, то теперь перевалило за 200 тысяч за квадрат. Кто в итоге будет платить за ошибку работника Саранского Акимата, скорее всего, решит суд. По крайней мере, сами чиновники советуют жителям подать иск. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, информбюро Карагандинская область.